своей жизни. Когда вы каждое утро, а лучше каждый вечер, пишете план на следующий день и каждый вечер проверяете, что вам удалось сделать, что не удалось. Это детская смешная технология. Она очень нелепая. Мне даже неловко здесь о ней говорить взрослым людям. Самое в ней смешное, что она работает. Две недели жизни по этим правилам достаточно существенно повышают личный эффектив. У нас сейчас острой фазы кризиса еще нет. У нас есть время к этому кризису подготовиться. Возникает законный вопрос, на что его потратить. Первое и самое главное, это нужно, выражаясь научным языком, нарастить социальный капитал. Моя любимая поговорка русская в полном своем виде звучит следующим образом. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Деньги отнимут, а друзья останутся. Это правда. Ваша устойчивость к жизни зависит от того, сколько у вас есть надежных друзей. И какие они. Поэтому, ну это, конечно, не очень хорошо звучит. В советское время было понятие благ. Это были не друзья, это были деловые партнеры, которым вы оказывали взаимные услуги. Но вот такой круг людей, которым вы оказываете взаимные услуги, тоже должен быть, помимо друзей. И помимо этого, мы живем в условиях падения надежности всего и вся. Мы живем в условиях утраты квалификации всего и вся. Так, нужно искать толковых специалистов в тех сферах, которыми вы сами себя не можете обеспечить. И делиться этими специалистами со своими друзьями. Потому что это очень важная сфера. Здесь мы переходим ко второму делу, на что потратить имеющееся время, на улучшение здоровья. Мы в основном ведем нездоровый образ жизни. Соответственно, мы имеем ту или иную хронику, хронические заболевания. И их нужно исправлять. Ну, как минимум, самая простая вещь. Нужно обязательно высыпаться в любых условиях. Поразительное количество людей и молодых пожилых в припадке трудового энтузиазма доходит в себя до кошмарного состояния при помощи простого недосыпа. Вот количество истерий, которые я наблюдал, нервных срывов, не в силу каких-то неискоренимых жизненных проблем, а в силу того, что человек не умел организовать свое рабочее время. И в результате этого хронически недосыпал и разрушал свою психику, оно исключительно велико. Каждому человеку, у каждого человека своя физиологическая норма. Кому-то достаточно 4,5 часов, кому-то 9. То есть, там нужно 9 часов, чтобы выспаться, но вам не повезло, конечно. Но, тем не менее, нужно высыпаться обязательно. В крайнем случае, устраивайте себя, высыпайтесь в выходные дни за всю неделю. Но это абсолютно необходимо, потому что без этого вы долго не сможете работать. Большая проблема у нас сейчас врачи. Медицина переориентирована в извлечении денег из пациентов. И это полбеды. Вторая беда заключается в том, что врачи очень часто не имеют никакой квалификации, даже если не могут говорить на вашем языке. Я сталкивался с этим многократно, поэтому первое, ищите врачей, которые понимают, что они делают и зачем. И которые не занимаются грабежом в вас. Таких врачей не очень много, но они все равно есть. Второе. Ищите современные технологии поправки в здоровье. Иногда они лежат на поверхности. Ну, например, мой хороший знакомый, журналист по фамилии Черныху. В Комсомольской правде в настоящее время занимается подробным описанием методики улучшения зрения при помощи гимнастики. Методика существует лет 50. Методика заключается в том, что почти любой человек, ограничения там описан, при помощи примитивных упражнений, которые занимают у него 30 минут в день, за 3-4 месяца способен радикально улучшить свое зрение. И это безопасно. Проблема в том, что большинство людей недостаточно организовано для того, чтобы прилагать осмысленные усилия в течение 3-4 месяцев подряд, каждый день. Заходите на сайт kp.ru, ищите черных улучшений зрения. Если у вас плохое зрение, вы его можете исправить, не обращаясь к врачам и экономя вот на этом вот. Я немножко переусердствовал, надо сказать, у меня с глазами определенные проблемы, поэтому я со слишком большим энтузиазмом занялся этой методикой, поэтому мне нужно... сейчас я нахожусь в состоянии паузы после этого, но перед Новым годом я начну стараться улучшать, заниматься этой гимнастикой, и я думаю, что в следующий раз я в сургут уже приеду, если в очках, то в существенно более слабых, чем сейчас. И таких технологий достаточно много. Это по бойцу, да? Это по бойцу? Вы знаете, они примерно одинаковы на самом деле, потому что это стандартная вещь. Это придумали американцы в середине 19 века, потом многие люди в разных странах это открывали сами и адаптировали для себя. Она немножко специфическая, но принцип одинаковый. Это гимнастика для укрепления глазных мышц. И это работает. Значит, дальше. Тогда вам что-то говорит врач. Обязательно проверяйте и перепроверяйте. По интернету и лучше другого врача. При этом понимайте, что у врачей есть врачебная солидарность профессиональная. Даже если они ничего не понимают в медицине, они все равно всегда с пиететом уважают другого врача. Поэтому не надо приходить и говорить, вы знаете, а ваш коллега сказал мне вот это. Нет, приходите как будто с чистого листа и пусть он расскажет вам все заново. Поэтому не пугайтесь. Многие стражные дипломы просто ставятся ради денег. Я был в этой ситуации. Зашел случайно в клинику к друзьям. Они мне сказали, о, мы тебе дадим большую скидку, давай пройди у нас тест. К сожалению, они забыли предупредить своих ребят, которые сидели на анализах, что это друг. Поэтому мне сделали, как обычно они делали всем. В результате онкомаркеры зашкалили в пять раз. Слава богу, что не зашкалили в пять раз. И я просто понял, что при таком превышении нормы иметь 15 килограммов лишнего веса невозможно физиологически. Поэтому я расслабился. А если бы они поставили его превышение на 30%, я, скорее всего, был бы их рабом на всю оставшуюся жизнь. Пока он у меня до последнего рубля, который у меня остался. При этом я очень рекомендую всем хомеопатию. Это хорошая вещь, которая работает и которая не имеет опасности передозировки, в отличие от большинства лекарств. Но у нее есть свое ограничение. Вот в этой замечательной клинике онкологию лечили при помощи гомеопатии. Запомните на всю жизнь, что одна из вещей, в которой гомеопатия не работает, это онкология. Никакая гомеопатия ничего с этим сделать не может. Если вам что-то про это начинают рассказывать, просто поворачивайтесь спиной и не тратите свое время, свои нервы на этих людей. Если врач говорит, что нужно резать, проверьтесь 3-4 раза. Наши врачи очень любят это говорить. Во-первых, по исторической привычке у нас медицина выросла из военно-полевой хирургии. И во-вторых, потому что это стоит денег. У меня хороший знакомый, у него были сильные боли в позвоночнике. Ему позвоночная грыжа, операция и все остальное. Слава Богу, что он зашел к какой-то пожилой врачище. Я сказал, а зачем? А вы подушечку подложите. Последние 15 лет этот человек сидит с подушечкой, и никакой позвоночной грыжи у него не наблюдается. Дальше. Наши врачи очень любят антибиотики. Тоже с советских времен. Мы открыли пеницинт. В конце концов, национальная гордость передается с поколения в поколение. Запомните, что антибиотик – это удар кувалдой по печени и почкам, по некоторым другим органам. В крайнем случае, если деваться некуда, ну там условно воспаление легких, если нет никаких альтернатив, да, приходится применять, обязательно нужно пить компенсатор для печени и для почек. Исключение современной антибиотики, которых совсем-совсем-совсем немного, и наши врачи, как правило, не прописывают. Но если вам прописали антибиотики, пожалуйста, опять-таки, проверьтесь два-три раза. И обязательно прочитайте все об этом антибиотике в интернете. У меня были случаи, как трехлетнему ребенку выписали антибиотик, на котором написано, что до 14 лет его применять категорически запрещено. слава богу, провезу в больнице, тренированная женщина, пожилая, задала мне вопрос, а сколько лет вашему ребенку? Я сказал, три. Я первый раз видел, как глаза выпадают из гласеницы, буквально. Но это вещь, которая очень важна. Дальше, если вам будут советовать рентген нижней части позвоночника, сделайте все, чтобы этого избежать. Это опять-таки наши врачи, которых интересует только их узкая сфера, их компетенции. Их не волнует, что будет с другими жизненно важными органами, которые тоже находятся в этой нижней части позвоночника и которых схватят свою дозу облучения. Очень важная вещь, которой ничего вам не стоит, это здоровое питание. Мы пытаемся поразительно неправильно. Если вы любите кока-колу, налейте 200-граммовый стакан кока-колы, поставьте в теплое место и когда вода выпарится оттуда, посмотрите, что вы пьете. Я посадил в себе обмен веществ полностью в возрасте 28-27 лет. Тогда у меня была 6,5 дневной рабочей недели и там, где я работаю, по субботу-воскресеньям буфеты были закрыты. Да и не было времени туда бегать в этот буфет. И я решал проблему очень просто. Я брал с собой 2-х литровый баллон попси-колы или кока-колы в зависимости от настроения или фан на день. И всяких твиксов, сникерсов и все остальное. Вот полгода работы в этом режиме привело к тому, что обмен веществ посыпался в чертнилиде полностью. Моя любимая цитата, одна из моих любимых цитат из мировой корпоративной жизни, это высказывание руководителя ресторанов Макдональдс о Чехии, который сказал, что обвинение в наш адрес о том, что мы разрушаем здоровье клиентов, абсолютно ни на чем не основано. Вторая фраза. Даже дети до 16 лет без всякого вреда для здоровья могут посещать наши рестораны раз в неделю. Понятно, да? Это логическая позиция. Это позиция корпорации. Поэтому, пожалуйста, забудьте про фастфуды, если он дорого в своем здоровье. Там можно пить воду и можно есть кофе. Ну и, наверное, можно есть мороженое. А, и креветки еще можно есть, можно в Донбассе. Все. Но помните, что нужно есть, желательно, много и малыми порциями. Опять-таки, мне очень стыдно говорить эти вещи. Мы общество, которое находится в состоянии ольдичания. Пожалуйста, тщательно пережевывайте пищу. Когда вы глотаете непрожеванные куски, это не просто ведет к тому, что вы даром их покупаете. Это ведет к тому, что вы портите себе пищеварение. Потом будете тратить идей, тратить деньги на его восстановление. И не факт, что у вас это получится. Пожалуйста, соблюдайте баланс питательных веществ. Залезьте в интернет и почитайте, сколько должно быть жиров, боков, углеводов. Хотя бы пример. Крайне желательно каждый день есть суп горячий. потому, что горячая жирная жидкость, она очень хорошо поддерживает ваш организм. Никогда у вас не будет студенческого гастрита, если вы будете есть суп хотя бы через день. Следите за микроэлементами. В этом отношении замечательная штука гречка. Если вы живете хорошо и кушаете много мяса, пожалуйста, помните, что самое распространенное отравление, которое постигает русских на Кавказе, это отравление не свинцом, а отравление холестерином. Потому, что люди, которые знают, как правильно есть мясо, они это мясо посыпают укропчиком не вот так вот, для вкуса, как мы, а берут жмень укропа и откусывают от него. Если вы едите много мяса, нужно есть много разного рода зелени, травы, петрушки, укропа, и всего остального, чтобы расщепить жир. Это смешно и нелепо звучит. Но когда люди умирают в 50 лет от склероза, от инфаркта, когда люди в 55 лет перестают соображать, потому, что их мозговые сосуды забиты черти чем, знаете, это неприятно. А с другой стороны, бегают 90-летние живчики, которые еще и вяжутся к чужим женам, извините, в этом возрасте. Если возникает потребность сбросить вес, понятно, что это не у всех возникает, а это не всегда, есть простой принцип, раздельное питание. Один день вы кушаете мясо, рыбу, яйца, сыр, и желательно один день в неделю вы съедите на молочных продуктах. После 18 часов не есть. Раздельное питание, но не в том смысле, как обычно говорится, я не буду есть бутерброд с колбасой в один присед. Раздельное питание, разнесенное между двумя днями. Штука работает очень хорошо, единственное, что при этом нужно не пить вообще, крайне желательно не пить вообще, потому что алкоголь, штука очень калорийная. Значит, очень часто люди, контуженные страхом перед кризисом, задают вопрос, когда делать запас на жизнь. Когда запасать все на черный день. Значит, дорогие коллеги, мы еще пока не вошли в то состояние кризиса, когда нужно по-настоящему говорить о запасах на черный день. Вот моя семья очень хорошо помнила войну, и все с этим связано. Поэтому соль, которая была у нас запасена, закончилась в 93-м году. А хозяйственное мыло, которое у нас было запасено, закончилось в 94-м году. Водка, которую продавали по карточкам, у меня до сих пор пол ящика стоит на 2 солях. Потому что пить ее уже нельзя. Через 5 лет хранения в стеклянной посуде водка вступает в реакцию химическую со стеклом, но она вступает, на самом деле, через год после хранения. Но до 5 лет это может употребляться. В конце концов, чему только не пьем. Но после 5 лет хранения в стекле это категорически не надо делать. И поэтому я эту водку использую для технических нужд. Там ранку промыть, компресс поставить, очистить что-нибудь сильно загрязненное. Но вот реально я смотрю на эти пол ящика, которые мне до сих пор остались, и понимаю, что я напрасно дрался в очередях за них. у меня был чудесный опыт в дефолт, извините, да, правильно, в дефолт 98-го года, когда я понял, что сейчас сильно подорожает импорт, и я купил сапожный клей и предметы женской гигиены, извините, сапожный крем и предметы женской гигиены. Этот сапожный крем у меня закончился перед следующим экономическим кризисом, осенью 2008-го года. Понятно, что делать такие запасы нерентабельно, невыгодно, неинтересно, бессмысленно. Но вместе с тем какие-то запасы делать нужно. Ну, например, у нас действительно после Олимпиады ожидается сильное ослабление рубля. Ну, процентов на 15, наверное, будет. Значит, что импорт подорожает. Значит, к этому времени какой-то запасец импорта купить имеет смысл. Ну, естественно, повседневных товаров. И второе лекарство обязательно смотрите на срок годности. Потому что первое, в условиях кризиса уменьшается ассортимент, и второе, в условиях кризиса увеличивается поставка просроченных товаров. Всегда. Не говоря уж о том, что примерно половина лекарств то, что у нас, это подделка. Не контрафакт, а просто подделка, которая не работает. Очень многие люди говорят, о, кризис это возможность. Все состояния сделаны в условиях кризиса. Это правда. Поэтому, давайте-ка я сейчас кризис рискну. Это правильная, хорошая точка зрения, но никогда не нужно рисковать последним. Общее правило такое. Вы считаете минимальный объем потребления вашей семьи в течение года. Минимальный, без излишек. Но с развлечением. Это очень важная вещь. Можно экономить на чем угодно. Нельзя экономить на двух вещах. Первое. Нельзя экономить на еде. Еда должна быть здоровой и сбалансированной. Когда человек садится на одни макароны и на один доширак, это окончается плохо. Второе. Доширакской психологи нет ничего веселья с точки зрения здоровья. Зайдите к любому диетологу и повеселитесь. И его повеселите заодно. Нет, но есть, конечно, люди феноменально здоровые. Такое бывает. Я говорю среднестатистически. Второе. Нельзя отказываться от развлечений. Никогда. Безусловно, развлечения бывают разные. И дорогие развлечения не нужны в условиях кризиса. Но развлечения должны быть обязательно, потому что без этого человек сходит с ума. Поиграть в снежки с детьми, сходить в турпоход, попеть под гитару, посмотреть скачанность в контакте забавную комедию. У всех свои развлечения. У кого-то выпить 200 грамм водки, в конце концов, тоже развлечение. Но отказываться от развлечения совсем это просто другой способ самоубийства. Чуть менее длительный, чем остальные, и чуть менее приятный, чем остальные. На этом экономить нельзя. Но год потребления вашей семьи, переведенный в валюту, и увеличенный на 30%. если у вас эти деньги есть, значит, или лед, остальные можете рисковать, как вам вздумается. Пожалуйста, но в рамках вашей ответственности перед семьей вот эту заначку, пожалуйста, имейте. Потому что в условиях кризиса, да, были созданы все, как большинство капиталов мира, но мы видим тех, кто успешен. мы дико завидуем современным олигархам. Просто потому, что мы забыли о тех 90% предпринимателей, которые начинали точно так же, как и они, и убиты, сошли с ума, или работают менеджерами за 500 долларов в месяц. Мы видим только победителей. Мы не видим потерпевших поражений. И вы тоже можете потерпеть поражений, и к этому нужно относиться спокойно. Очень важная вещь, просто поймите, что кризис это никогда хорошо, это всегда плохо. Если вы в условиях кризиса терпите поражение, то это не потому, что вы лузер или конченый неудачник. Это не потому, что вы неправы. Обязательно отделяйте свою вину от общей тенденции. Если вы нашли свою вину, то не казните себя. Самоедство это одна из плохих черт русской культуры. Не занимайтесь этим. Вы сделали ошибку. Очень неприятно докапываться до ее первого причин, потому что обычно первопричина ошибки это крайне неприятные чувства, в которых нехорошо, неприятно признаваться самому себе. Но до этого нужно докопаться. Но вот один раз вы за это себя ужурили и хорош. На этом нужно учиться. Принцип, которым Киплинга описывал в книге о Мауле. За одну провинность наказывают один раз. Детей один раз наказывайте и себя тоже наказывайте один раз и на этом успокаивайтесь. Большая опасность, которая есть, это мошенничество. Мошенничество и преступность всегда оживляются условиями кризиса просто потому, что у людей исчезают деньги. Пожалуйста, внимательно на это смотрите. Пожалуйста, повышайте усиленно думать о своей безопасности. Что касается молодежи, лучшее, что есть сейчас на рынке труда, это практика стажерства. Придумали полет, развили в Израиле и потом перешло к нам. Берут молодых людей, троих на одно рабочее место, объясняют, что, дорогие друзья, мы вас учим в процессе вашей работы, поэтому вы должны нам приплачивать. Из вас троих через три месяца практики останется один. Ну, ребята выкладываются, потом всех троих выкидывают набирают следующий. Простой принцип А. Любой труд должен оплачиваться. Хорошо или плохо другое дело. Но если вам говорят, что вы работаете за учебу, это называется обман. второе. Если вам при приеме на работу начинают рассказывать, какой вы плохой, какое вы ничтожество, как вы ничего не умеете, поворачивать и уходить. Не потому, что вас замерут, не потому, что это неприятно. Кадровик тоже человек. У него есть время, и он не тратит свою жизнь на бессмысленные вещи. если он рассказывает вам, какой вы плохой, это способ занесить вашу самооценку не потому, что у него не удалась его личная жизнь, а потому, что он сейчас будет сбивать вашу цену, как рабочей силой, и желательно до нуля. Если есть малейшая альтернатива, с этим просто не стоит связываться, потому, что это заведомо тупик. И нам всем приходится подписывать в жизни множество бумажек, и мы совершенно не хотим тратить цветы своей сельзенки на совершенно ненужные подробности. Дорогие друзья, пожалуйста, читайте все, что вы подписываете, и чем мельче шрифт, тем более внимательно читайте. Если в договоре написано, что такой-то пункт урегулируется согласно приложению 10, или согласно приказу 78, или согласно законодательству государства Белис, пожалуйста, просите принести все отсылочные нормы, изучайте их с удовольным вниманием. Мне приходилось держать в руках документ, который на голубом глазу, правда, в 95-м году подписала одна из наших крупнейших корпораций. Документ о страховании имущества, он потом даже в художественную литературу попал. Там на 74-й странице мелким шрифтом в сноске было написано, что данный документ вступает в силу в слоях начала ядерной войны. Подписи, печати два генеральных директора, все замечательно. Я не шучу. А естественно, что с корпорациями такие номера уже не проходят, а с нами иногда проходят, как физические лица. Дальше, одна из самых больных тем в нашей стране кредиты. Великий советский поэт Михаил Светлов, который выпивал и поэтому по этой части был знаток в части кредитов, сказал, берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда. При малейшей возможности не брать кредит, пожалуйста, не берите. Есть ситуации безвых. Очень много экономически нерациональных вещей приходится делать ради поддержания мира в семье. Я сам брал валютный кредит под 26% годовых. Но поймите, что, во-первых, кредит это всегда большой стресс. Американцы в 70-е годы сделали шкалу стрессов. Так вот, вторым пунктом, который уступал только смерти близкого человека или известию о собственной неизлечимой болезни, был кредит на сумму 20 тысяч долларов или выше. Ну, правда, в наших сегодняшних ценах это где-то 150 тысяч долларов или выше. Но у них уровень жизни выше, чем у нас. Уже на третьем месте у них шел развод. Кредит это большой стресс. Даже если он нами не осознается, он на нас влияет. Второе. Кредит вещь, которая затягивает. Третье. Ну, деньги из воздуха, как нам кажется. При том, что процентные ставки у нас безумно высоки. То есть, вы отдаете в качестве процента деньги, которые могли подкопить сами и купить ту же вещь чуть попозже, просто вам бы еще и осталось. В наших условиях кредит экономически невыгодно. И, наконец, последнее. у нас очень большие риски связаны с тем, что вы сегодня имеете устойчивые источники дохода, а завтра может что-то случиться, и ваши доходы резко сожгнуты. И платежи по кредитам, которые сегодня абсолютно комфортны и абсолютно нормальны для вас, завтра или послезавтра станут для вас непосредственными. Это реальные риски. Особенно хорошо, если вы получаете в рублях, а кредит взяли в валюте. Это особенно большие риски, связанные с любой девальвацией. Немножко статистики. В нашей стране доля людей, которые взяли кредит, имеют непогашенные ипотечные и прочие кредиты, выросла с 22% до 29% в этом году. 22% было в 2009 году. 12% людей выплачивают в месяц. 12% от заемщиков. Выплачивают в месяц по кредитам от 50% до 75% своих месячных доходов. Там еще и коммуналфа не платит каким-то образом. 6% заемщиков платят по кредитам более трех четвертей своих месячных доходов. Это даже не кредитная кабла, это уже безумие. Огромное количество людей сейчас берет кредиты, чтобы расплатиться с предыдущими. То есть оно попало в ситуацию индивидуальной кредитной пирамиды, из которого выхода нет. Поэтому и доля людей, которые имеют кредит и уверены в том, что смогут его вернуть, снизилась с 62% в 2009 году до 47% в этом году. Напомню, 2009 год был кризисный год, когда все было очень плохо. То есть малейшая возможность не брать кредиты, пожалуйста, не берите. Можно старайтесь настрелять денег у знакомых, старайтесь иметь индивидуальную значку, в конце концов сдержитесь, храните сами. Кредитная каббала это как алкоголизм, это вещь, которую мы не замечаем, когда мы в нее погружаемся. Дальше. Очень хорошая вещь кредитная карточка. Кредитовая или дебетовая, мы все имеем в карман. Американское исследование показало, что когда человек расплачивается в магазине карточкой, он в среднем тратит на 30% больше. Потому что физический акт отдачи денег, расставания с хрустящими бумажками отсутствуют. И за счет этого мы тратим на 30% больше. Простая вещь по ограничению своих неразумных расходов. Заходим в балкомат, снимаем деньги и уже в магазине расплачиваемся карточкой. Расплачиваемся наличными деньгами. Да, приходится возиться с раздачей, да, кошелек пухнет от мелочи, зато денег оказывается немножко больше. Волшебным образом. Просто помните, что когда вам продают в рассрочку под 0%, то цена кредита зашита в цену, как правило. Дальше. Мы все склонны к показному потреблению. Одной из особенностей опять-таки нашей культуры. Условия кризиса от этого нужно категорически отказываться. Потому что показное потребление это вещь самоубийственная. Это вещь, которая ведет к разрушению любого бюджета. Дальше. Опять-таки вещь, которая очень стыдно говорить, но тем не менее она работает. Ведите запись учетов своих доходов и расходов. Вы получили деньги, записали в книжечку или в компьютер. Доход такой. В течение дня вы потратили деньги, пишите на что вы их потратили. В конце каждой недели, в конце каждого месяца смотрите на что вы сколько потратите. Вы итогом первого месяца поразитесь, как много денег уходят на заведомо ненужные вещи. Этот механизм, который помогает действительно экономить деньги очень существенно. Ну и наконец самое важное. Кризис главным является не уровень доходов, а сохранение источника этих доходов. То есть доходы могут упасть очень сильно. Но главное сохранить источник доходов. Потому что при маленьких доходах вы можете поджаться, вы можете очень сильно поджаться, но вы сохраните жизнеспособность и позицию на рынке труда до оживления конъюнктуры. Даже если она будет поздна. Даже она будет нескорна. При исчезновении доходов вы начинаете проедать сбережения. Классический пример мой хороший знакомый. Он в середине 90-х годов украл у своих партнеров полтора миллиона долларов. Неимоверные деньги по тогда кременам. Я думаю, что больше чем 15 миллионов долларов сейчас. Благополучно свалился с Америку почувствовать себя на коне. Но у него в Америке не было источников доходов. И он проел эти деньги. И ему через 7 лет пришлось скуля и повиливая хвостик возвращаться обратно. Просто потому, что любые деньги конечны. Если у вас их не безумно много, а ограниченное количество, вы съедите на протяжении своей жизни любой запас. Жизнь значительно более длинная штука, чем нам кажется. Ну, как правило. Это исключение несчастных случаев. Поэтому условия кризиса, сохранение источника дохода значительно более важная вещь, чем сохранение их уровня. и, наконец, классический пример. Я не могу не ответить на вопрос, который задают всегда. В чем хранить те 20 копеек, которые мы сберемли? Значит, поймите, пожалуйста, что первое, товары длительного пользования забудьте. Вы можете покупать товары длительного пользования только те, которые являются вашим средством производства. Вот у вас видеорегистратор стоит на машине как инструмент защиты от ДТП и ГАИшников. Значит, вы его покупаете. Если впереди девальвация, соответственно, они могут подорожать, то нужно сделать значку, если у вас старый вот-вот выйдет из строя. Если вы работаете на компьютере, это ваше средство производства, да, его нужно покупать, его нужно покупать хорошим. А вот телевизор плазмой или там с огромным экраном, это роскошь, это показное потребление, и оно, как правило, есть конечно исключение, не нужно. Дальше. Ювелирные изделия, картины, драгоценности. Ювелирные изделия всегда впадают в цене, хотя бы потому, что всегда обновляется дизайн. Картины и антиквариат, да, это замечательное средство вложения, но, во-первых, не в кризис, не перед кризисом, а в разгар кризиса, когда это продается за бесценку. И, во-вторых, это вложение на долгий срок, который нужно как-то прожить. И они уверены, что это для нас. Плюс к этому, на нашем рынке неимоверное количество подделок, от которых обочины люди застраховаться не могут. Дошло до того, что подделывают уже не просто картины Айвазовского, подделывают сертификаты из Третьяковской галереи по поводу картин Айвазовского. И были скандалы, которые связаны с тем, что люди в хороших художественных картинных галереях, хороших фирмах подавали заведомо фальшивые сертификаты на заведомый поддел. Вложение в золото. Ну, поймите, что даже по инвестиционным монетам маржа банков 20-23%. Это больше, чем НДС по золоту в слитках. Второе, я видел сообщения в интернете, не знаю, правда это или неправда, но люди, купившие инвестиционные монеты в Сбербанке, жаловались на то, что эти монеты начали ржаветь. Не могу сказать, что это правда, не могу сказать, что это неправда, но такие сообщения есть, и учитывая репутацию Сбербанка, ничего, что я о нем слышу, меня не удивит. Поэтому вложение в золото это вещь, которую нужно относиться с большой осторожностью. Самое простое, это, с самой точки зрения надежное, это валютный счет в государственном банке. Если этот банк не государственный, а большой, пусть даже большой и авторитетный, но частный, пожалуйста, фасуйте вклады по 700 тысяч рублей, ну естественно по эквиваленту 700 тысяч рублей, причем не по сегодняшнему курсу, а с учетом того, что этот курс может вырасти в результате девальвации процентов на 30. Пожалуйста, фасуйте, чтобы попасть под действия агентства страхования вкладов. Иностранные банки не являются надежным местом для вложения средств, потому что иностранные банки в России работают как дочки, не как филиалы, по обязательствам которых отвечают главные конторы, а как дочки. Ситибанк в условиях крейса в Аргентине в 2001 году официально заявил, что мы не готовы отвечать своими деньгами за ошибки аргентинского правительства, и деньги вкладчиков Ситибанка в Аргентине сгорели точно так же, как и деньги вкладчиков в туземные банки. Конечно, рубль может укрепляться, и валютные счета в этой ситуации будут обесцениваться, но вы, по крайней мере, сэкономите на выделе. И последнее, аккуратно относитесь к электронным расчетам, если будете платить карточками, то к карточным платежам. Счет, с которого вы платите карточками, с которым вы пользуетесь в интернет-банке, не должен быть счетом, на котором лежат ваши сбережения. Это должен быть счет, на котором каждое время лежит небольшая сумма денег. Чтобы, если произошло какое-то мошенничество, чтобы вы потеряли не очень много. Да, большинство банков имеют программу страхования от мошенничества, если вас ограбили, вы можете пойти в банк, вы можете пойти в суд, но процедура достаточно длительная. Это и не все банки с этим на самом деле связываются. Это должна быть сумма, которой вы можете рисковать. Ну и последнее. Я понимаю, что я наговорил здесь даже больше негатива, чем обочина. Но мы принадлежим к народу и обществу, в котором наши с вами родственники, часто близкие родственники, пережили гражданскую войну.